Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, лето проходит, потом и молодость. Молодость пройдет совсем. Так что надо все успеть, пока молодой, ну и вообще пока тепло. Доброе утро, губерния! В этой студии вас приветствует молодой, прекрасный и непосядливый Женя Плотников. И мудрый, не по годам, Саша Байдачная, а спонсор нашей программы «Общество с ограниченной ответственностью Биоклиник». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Сегодня день молодежи, и хотя это не выходной день, почувствовать себя свободным, энергичным, невероятно задорным и молодым можно в любой день. Кстати, кстати, в большинстве городов России, в том числе и в Самаре, день молодежи отметили еще позавчера. В парке Гагарина, например, прошел очень масштабный праздник. Там была музыка, творческие и спортивные площадки, КВН и даже, внимание, маршевый оркестр. В музыкальном конкурсе схлестнулись лучшие группы Самары. Еще там можно было научиться играть в лапту, и кроме лапты, во французскую игру «Петал». Ну а в Жигулевске, Чапаевске, Похвестнево, Кинели и Ставропольском районе празднества продолжаются и сегодня. Танцоры, артисты различных жанров колесят по всей области в эти дни. Жень, мы с тобой рассуждаем о молодежи. Молодежь, молодежь. А кто это такая молодежь? Что это? Официально. Молодые люди – это люди от 14 до 30 лет. Хотя в некоторых странах вообще молодежью считаются и 50-летние, а вообще, я думаю, что дело в самоощущении. Это тоже. Да, если ты в 50 лет готов учиться гонять на скейтборде, как я в 50, в свои 50, очень даже молодежь. А еще можно поэкспериментировать с программой и определителем возраста. Мне больше 20 не дают, кстати, в этой программе. Загружаешь фотографию, и тебе говорят, сколько тебе лет. Кстати, я охотно верю, да. Ну, из 10 фотографий один, правда. Одна была верная. Прям точно все угадал? Один раз, да. Ну ладно, мы гадать больше не будем. Попробуем точно подсказать, предсказать погоду на сегодня. Итак, сегодня ожидается малооблачная погода, умеренный северный ветер и до 22 градусов выше нуля. Хорошо, что не сильная жара. Можно прогуляться по набережной и найти для себя очень интересное занятие. До сих пор самарцев вспоминает нашумевший Волга-фест. Но когда нет никаких фестивалей, тоже можно заниматься различными активностями. Итак, вот вам целый список. Фитнес-лаборатория на свежем воздухе проводит тренировки для желающих, но требуется предварительная запись. Помечаем на себя в ежедневнике. Для любителей спортивного туризма этим летом в Самаре открылась школа каякинга под руководством тренера Романа Акимова. Записывайтесь и бороздите в волжские просторы на здоровье. Проект «Йога в парках» продолжает свои занятия на свежем воздухе. Тренировки проходят на набережной и почти во всех парках города. И следите за расписанием. Эти занятия совершенно бесплатные. Также на набережной тренируются спортсмены по воркауту. Это силовые тренировки, упражнения на турниках. Ну а возле речного вокзала можно увидеть боксирующих людей. Так проходят занятия по муай-тай. Ну и также на набережной можно потанцевать сальсу, танго, линди, хоп. Одним словом, скучать летом и молодым людям, и всем остальным не придется. Ты знаешь насчет всех остальных, насчет детей. Вместо того, чтобы отправиться на пляж, например, дети снимают сюжеты. Очень-очень странное поколение. Редактор субтитров А.Семкин Так, Дима, вот тебе деньги. Сходи в магазин, купи хлеба и молока. Вера, может я сегодня не пойду в магазин? У меня такое плохое предчувствие. А у меня предчувствие, что тебе надо поменьше со своей соседкой в планшете сидеть в соцсетях. Сделай доброе дело. Сходи в магазин. Что случилось? Я же говорил, что у меня плохое предчувствие. Меня машина обрызгала. Теперь я не иду в магазин за хлебом и молоком. То, что тебе обрызгала машина, еще не значит, что ты не пойдешь в магазин. Ну-ка, быстро переодевайся. Опять машина обрызгала. А я что сделаю? Так, Катя, припарковывай свою машину здесь. А ты, Дима, быстро переодевайся. Сейчас вы идете в магазин, а вечером я дам вам попользоваться своей машиной. Стиральную. С молодежью ассоциируется неуемная энергия. Согласись, Саш, ведь почти все инновационные виды спорта придумали именно молодые экстремалы. Знаешь, и наша губернская молодежь не отстает от мировых спортивных трендов. Чем только у нас не занимается. Пожалуйста, вот вам список. Чикарный спорт, черлидинг, паркур, трикинг, капуэйрис, лэклайн, триал, бокинг, скейтбординг, который, кстати, у тебя пока не очень хорошо получается. Футбольный фристайл и много чего другого. Перечислять не станем, времени не хватит. В Самаре вообще-то даже несколько лет проходил фестиваль инновационных молодежных видов спорта. И я там был. Смузи пил, стоял в планке. Ой-ой-ой. А вот пока ты стоял, между прочим, самарские спортсмены попали в сборную по академической гребле и отправиться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Максим Телицын, Александр Кулеш, недавно ставший чемпионом России, и Елена Лебедева, которая также выиграла чемпионат страны. Мы будем за них болеть. И будем волонтерить. С 1 июня открыт прием заявок на волонтерскую работу на чемпионате мира по футболу 2018 года. Волонтер чемпионата мира. Вслушайтесь, это жизнерадостный, энергичный, предпочитающий здоровый образ жизни человек, владеющий иностранными языками и рядом профессиональных навыков. Заметьте, в требованиях не сказано, что он должен быть уж больно молодым. Может быть совершенно любой желающий, которому в 2018 году исполнится 18 лет. И также любой желающий может записаться в школу экстремального катания, которая тоже недавно появилась в Самаре. Трюки на велосипедах, велосипедное шоу и фристайл. Если вас не пугают эти слова, то надевайте шлем и бегом кататься. И вас уж точно не испугают простые слова, простые движения. Прямо сейчас. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня мы проведем очередную утреннюю зарядку. Первое упражнение будет разгибание на шаре. Ложимся на шар. Колени находятся в лесу, ноги расслаблены. Упражнение направлено на укрепление разгибателя позвоночника. Опускаемся вниз, полностью округляем спину на выдохе. Пресс не напрягается. И на вдохе разгибаем поясницу. Делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Девять. Дай, дай. Следующее упражнение будет скручивание на шаре. Садимся на шар и скатываемся так, чтобы шар оказался под поясницей. Таз немного опущен. Мышцы пресса растянуты и скручиваемся на выдохе. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Десять. Закончили. И третье на сегодня упражнение будет планка с фитбола. Располагаемся голенью на фитболе и упор на предплечье с пола. Тоже направлено на развитие мышц области кора. Встаем в планку и держим от минуты. Закончили. На сегодня это все. До новых встреч. Пока. Ох, после такой зарядки прямо сейчас можно в студотряд и лопату в руки. А, кстати, в Самарской области действует целый штаб студенческих отрядов, так что самарские студенты не сидят без дела, не ленятся. История студотрядов началась аж в 1924 году. И сначала молодежь строила города, районы новые, потом уже молодым доверили быть экологами, проводниками, педагогами. Но чаще всего работали студенты на ударных стройках. Байкало-Амурская магистраль, Саяна-Шушенская ГЭС. Ну, это как пример. Ох, здорово. Красиво тебе звучит. А интересно, сильно ли изменилась молодежь за последнее время, за последние 100 лет, например. У нас есть фотографии 100-летней давности. Давайте посмотрим на эти лица. И действительно, ребята выглядят вполне воспитанными и аккуратными. И, кстати говоря, может быть и право нашей бабушки. Нет, а нынче молодежь пошла. Ну, которая на скамейках обычно сидит. Вместо отутюжных брюх мы носим рваные джинсы. Так ли это красиво. Саша, ты на чьей стороне? Ты молодежь или нет? Ты что делаешь? Давай-ка, брось это все. Ладно, ладно, не волнуйся, Жень. Но все-таки девочки с красивыми бантами, это очень здорово. Я думаю, что календарь губернии того же мнения. На календаре 27 июня. 27 июня 1871 года в Самаре зарегистрировали эпидемию холеры. Для борьбы с болезнью губернская земская управа открыла особое отделение больницы, которое разместили в здании бывшей гауптвахты. За время этой эпидемии, продолжавшейся до первых чисел октября того года, умерло около полутора тысячи человек. В такой же летний день, но уже в 1892 году, симбирский купец Борис Романович Бик открыл в Самаре фотоателье. В те времена фотография была большой редкостью, и каждый мастер старался превратить простой снимок в истинное произведение искусства. Надо сказать, что фотоснимки тогда были по карману далеко не всем, и в большинстве семей поход в фотосалон приравнивался к большому празднику. 27 июня в разные годы на свет появились. Советский авиаконструктор, создатель легендарных пикирующих бомбардировщиков Владимир Петляков, актер театра и кино, народный артист России Борис Хмельницкий, известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, а также любимая многими певица Алсу и другие знаменитости. В именинниках сегодня значатся Владимир, Георгий и Павел. В народном календаре в этот день честовали Елисея Гречкосея. Из его прозвища понятно, что крестьяне продолжали сеять гречу. Занимались этим обычно в ясную и сухую погоду. А вот после посева нужен был дождь, чтобы семена быстрее проросли. Для этого наши предки заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. При этом дождя ждали только на следующий день, так как считали, что если он зарядит на Елисея, то предстоит еще долгих семь недель сырой погоды. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в этот день, 27 июня. Позитивного начала новой рабочей недели и удачи! А мы напоминаем, что по-прежнему ждем ваши фото и видео в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется «Утро губернии». Сегодня в ярких кадрах мы смотрим снимки Елены Волковой и Сергея Новикова. Живописная природа Самарской области. Зеркальная гладь рек. Сколько всего интересного можно увидеть, когда отправляешься в поход. Да с друзьями! Да на байдар! В хорошей компании, в солнечную погоду. Здорово попутешествовать. Прекрасные фотографии еще раз благодарим наших телезрителей. Знаешь, Саша, а меня иногда вот прям ностальгия охватывает по тем временам, когда на головах у девушек был тот самый шестимесячный перманент. Вот умели, умели они тогда кудри завить. Кудри это что? Вот как умеют в селе Федоровка завивать березу. Вот это вот чудо действительно. Зови мою березу. Троицкие гуляния в живописнейшем уголке Богатского района, селе Федоровка, самый любимый праздник у молодежи. Здесь гуляют с размахом, приезжают коллективы из Самары. Как и сотни лет назад, девушки украшают березку разноцветными лентами и с песнями несут ее по всему селу. Красавица Маша, с собою, с собою, с собою, с собою. Из старожилов Федоровки осталась только Валентина Ивановна. Она еще помнит, как обряд завивания березы проводился здесь по старинным канонам. У нас специально вешеные песни были. Что-то были за песни? Вешеные. Что это за песни? Как по морю, ну ты как по морю, ну ты как по морю, как по морю, морю се и не-е-е-е-е-е-е-е. То, что внутри, вот эта природа, наша земля, такой силы, глубину души, и вот это в песне. Передаем вот то, что погибает на зареме, вот что самое главное. А работает генетическая память. Гвоздь праздничной программы – фёдоровские частушки. Их здесь сочиняют буквально по ходу пения. Особым успехом пользуются хулиганские с перчинкой. Поздори, что любить, нас приготовиться, сначала мыло накупить, а потом знакомить. Вера Ивановна Фёдорова на седьмом десятке не умолкает ни на минуту. Признаётся, частушками лечится сама и сельчан радует. Праздновать никогда тяжело не бывает. Ну и больные. Дом, похожу, похожу, сяду. А тут через всё, где село прошло, они у меня не заболели, а наоборот, прям выздоровели. Испокон веков троица символизировала начало лета. В этот день принято было веселиться до упаду и наедаться до сыта. Поэтому столы щедро уставляли яичницей, символом лета и жаркого солнца, а также пирогами и караваями с квасом. В конце праздника с берёзой принято было проститься и отпустить её в речку. Праздник Троицы. Это как бы светило нашему солнышку. Если не будет солнышка, значит и мы не будем расти, процветать. Не будет вот этой прекрасной зелени, травы, голубого неба и таких красивых девушек. Этот праздник он всегда объединял. Русский народ же как раньше гулял? Очень дружно, весело, с семьями, домами. Раньше хоровод вели, собирался хоровод от села до села, представляете? Как люди общались раньше. Уходя корнями далеко в дохристианские времена, Троица сегодня – один из главных христианских праздников, призывающий к миру, согласию и укреплению семьи. Марина Баркова, Лилия Валеева, Андрей Авдеев. Утро губерния из Богатовского района. У нас в гостях Михаил Дементьев, главный специалист Тамарского дома молодежи, и Денис Рыбаков, директор школы музыки «Меломания». Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Накануне прошел, вся молодежь губерния отмечала так шумно, громко в парке Гагарина праздник. Мы отмечаем сегодня. Расскажите, что за площадки были? Да. Как прошло? Да. Прежде всего, этот день молодежи был насыщен музыкальным событием, музыкальной площадкой. В течение всего дня было прослушивание музыкальных коллективов, такой конкурс-групп, который организован совместно с «Малой парке Самары». Потом была концертная программа. Хедлайнером выступала группа «Чизпипл», известные самарские коллективы, выражаемым в очередной раз благодарности нашей. Еще работала «Малая сцена», такая как «Лаунж-зона» в «Сириус». На ней выступали интересные электронные проекты, диджеи, джазовые коллективы. То есть программа была насыщенная такая, и была теплая, уютная атмосфера на этой сцене. То есть было все очень прям... Подтверждаем. Здорово. В каких спортивных состязаниях можно поучаствовать? Конечно, здесь, наверное, я больше расскажу. Организовали турнир по мини-футболу. Также еще провели замечательные соревнования по настольному хоккею. Наградили всех победителей. Провели абсолютно замечательный матч между представителями и жителями Франции. Приезжали к нам, поиграли с ними в футбол. И в целом ребята достаточно активно на различных площадках парка Юрия Кагарина проявили себя, занимались активным отдыхом. И в целом просто замечательно проводили время. Михаил, ну раз уж вы взяли слово, расскажите, как сейчас вообще организовано работает Дома молодежи? Ой, здесь много о чем можно рассказывать. Если наш эфир 2 часа уместится, то в это время уместимся. Сейчас мы занимаемся в основном, целевая наша аудитория, это, конечно же, молодежь от 14 до 30 лет. И с ними мы проводим всевозможные различные мероприятия в соответствии с федеральными и муниципальными программами по различным как правонаврушениям, так и пропаганде здорового образа жизни. Определение положения человека, как молодого человека в составе города, чем он может заниматься, то есть профориенционные работы. Ну и в целом проводим личные встречи, юридические консультации, психологические консультации, которые можно получить в режиме онлайн на нашем сайте. В группе ВКонтакте в целом тоже наши психологи, юристы работают. Любой вопрос прям можно спокойно им писать, они с удовольствием, ну, конечно, с маленькой заминкой, не вот прям сразу выдадут ответ, но в течение короткого времени вполне квалифицированный результат сделают. То есть можно просто обратиться в Дом молодежи и найти для себя какое-нибудь занятие по душе или друзей каких-то новых. Если вам 14 до 30, обязательно. Понятно. Денис, вы как директор музыкальной школы, расскажите, какую сейчас музыку предпочитает вот эта самая молодежь? Или, может быть, чему учится, какие инструменты выбирает, что сейчас популярно? В целом популярно, конечно же, вокал, в последнее время барабанная установка, вот интересные такие направления, как битбокс, диджеинг, гитара. Конечно же, это классика, просто гитара. То есть классик всегда в моде? Да, в любом случае, вот по музыкальным коллективам больше идет, ну, мне, может быть, так хочется, больше идет тенденция все равно к джазовому какому-то звучанию, к лаунжевому такому звучанию. То есть более такое пространственное, какое-то вот мелодичное звучание. Более интеллектуальное, может быть, да. Да, интеллектуальное. Вот. Ну и идет уже такой симбиоз электронного звука и акустического. То есть группы стараются совмещать вот это вот. Здесь вы с Сашей, мне кажется, идеально совпали. Огромное спасибо, что заглянули к нам этим утром. Ну что ж, будем обращаться и в музыкальную школу, и на сайте. Обязательно. В эфире новости губернии в студии Евгения Долгиха. Здравствуйте. На Мострюковских озерах завершился молодежный форум Иволга. На торжественной церемонии закрытия объявили имена счастливых обладателей грантов. Ими стали 55 человек. Возможность поехать на космодром Бэконур получили 17 студентов. Еще 55 в рамках девяти смен форума и 18 в рамках российско-китайского форума Волга-Янзы выиграли денежный приз в размере от 150 до 300 тысяч. Наши съемочные группы работали на поляне все 10 дней форума. Подробный материал смотрите сегодня в наших вечерних выпусках. Школьники Автограда присоединились к всероссийской акции МЧС «Научись плавать». Как помочь тонущему и как вести себя, если тонешь сам. Практическое занятие по безопасности на воде посетила наша съемочная группа. Многие из них плавать умеют практически с самого рождения. Но сегодня их учат не столько техники, сколько дисциплине. Круг, жилеты, спасательный конец Александрова. Об этих средствах помощи утопающему здесь слышали все. Однако пользоваться ими умеют единицы. Если он, например, ударился, то он находится в бессознательном состоянии. То есть его можно спокойно подтащить. Удобно, комфортно. Потому что если вы будете захватывать за это, оно может соскаривать за это, вы удерживаете его подтягивать. Акцию «Научись плавать» проводят сотрудники МЧС. Сегодня практические занятия посетили тольяттинские школьники. В свои 15 Алексею уже приходилось спасать утопающего человека. Тогда действовал по интуиции. После инструктажа уверен в своих силах. Мы пошли с друзьями плавать в Канале, в Краснодаре. Мы зашли в воду, и одна девочка не умела плавать. Она заплывала далеко и начала кричать, помогите, помогите. Но я подплыл, взял ее за руку, потянул к берегу. В прошлом году на водоемах Самарской области погибли 73 человека. Четверо из них – дети. В разгар купального сезона инструктаж лишним точно не будет, поэтому внеплановые уроки школьники посещают без прогулов. На детей это действует. Дети, они очень впечатлительные, очень у них зрительная память хорошо развита, поэтому эти акции свои плоды приносят. Дети приходят домой, в восторге объясняют родителям. Мне кажется, это будет всегда актуально в связи с тем, что любой человек, оказавшись в сложной ситуации, может запаниковать и неправильно действовать. Если человек будет подготовлен к этому, то, соответственно, он будет действовать правильно и окажется минимум живым. В рамках акции спасатели устроят уроки по безопасности и на открытых водоемах. А теоретические занятия планируют проводить весь учебный год. Анастасия Суботин, Алексей Гриднев, Новости губернии, Тольятти. На вазовских внедорожниках «Лада 4х4» в одной из самых мистических точек России из Автограда отправилась команда экстремалов. В планах у путешественников раскрыть тайну горы мертвецов и снять свой фильм о загадках перевала Дятлова. В дальнюю дорогу Тольяттинцев провожал Анастасия Суботина. Перевал Дятлова или гора мертвецов – место притяжения любителей острых ощущений. В 1959 году здесь трагически погибли 9 опытных альпинистов. Что случилось до сих пор остается тайной, раскрыть которую уже много лет пытаются и следователи, и журналисты. По следам дятловцев из Тольятти отправляется команда «Лада» – дикари. К этой поездке они готовились 4 года. Экстремалы явно не страдают суеверием. В свою первую экспедицию 5 лет назад они отправились в пятницу 13-го. Поэтому уверены – домой вернутся целыми и невредимыми. И, может быть, даже раскроют загадку гибели свердловских туристов. Мы сейчас изучали, мы подняли практически все версии, которые были. Досконально мы собрались у хронологии, мы знаем все координаты, где нашли эти тела. И приедем туда, на месте будем снимать кино. То есть будем каждую версию накладывать на месте и смотреть, как она будет отработана. На их счету более 20 экспедиций. В прошлом году дикари покорили «Эльбрус» в марте 2016-го – Арктику. Оба маршрута экстремалы преодолели на автомобилях «Лада» 4х4. В этот раз члены команды доработали свои внедорожники. Ведь путь до перевала Дятлова считается одним из самых сложных маршрутов России. Воздухозаборник для преодоления водных преград, силовые бампера для защиты, грузовые платформы и лебедка на 4 тонны. И это только часть изменений. Но усовершенствование одного такого авто ушло порядка 400 тысяч рублей. После перевала команда сразу же стартует в Германию. На европейский слет владельцев «Лада» 4х4 в честь 50-летнего юбилея автоваза. «В этом году ожидается более 10 стран, представленных на слете любителей Нива и более 500 экипажей. Мы рассчитываем, что наши дикари достойно представят и марку «Лада», и Россию на этих, можно сказать, соревнованиях». За 20 дней дикари проедут более 10 тысяч километров. Следующую экспедицию планируют уже в августе. Однако всех секретов пока не раскрывают. Анастасия Суботина, Алексей Гриднев. Новости губернии Тольятти. Больше новостей в наших дневных выпусках. Всего вам доброго и до встречи. Доброе утро, губерния. В студии снова ведущие Саша Байдачна. И Женя Плотников. И мы сегодня отмечаем День молодежи. Вчера отмечали. Позавчера тоже отмечали. Да и вообще, я считаю, это праздник, который нужен нам каждый день. И участвовать в нем должны абсолютно все, между прочим, от 1 до 100 лет. Ты прав. Главное оставаться молодым в душе. Это доказала, например, дизайнер Сдели, вернее, его дедушка. Внук одел своего 96-летнего деда, как настоящего Дэнди. Ух ты какой красавчик. Слушай, не каждый молодой человек так одевается. Ну да, можно и дедуля. Браво, дедуля, браво. Молодежными новостями мы продолжаем свой эфир. Только-только закончился всероссийский молодежный форум ИВЛГ-2016. И в этом году программа была более чем насыщенная. Впервые в рамках форума прошел музыкальный конкурс-фестиваль с множеством интересных групп. На форум приезжали делегации из Франции и Китая. Говорят, французы даже подучили русский язык. Ну, потому что знать иностранный язык, это модно, стильно и молодежно, конечно же. Можно запросто смотреть фильмы, читать какие-то книги в оригинале. В оригинале это важно. И общаться со сверстниками, даже приезжать к ним в гости, как вот к нам приехали французские друзья. Так что стоит учить французский, чтобы сделать, ну, хотя бы даже вот селфи на фоне эфиревой башни. Ты знаешь, а селфи непременно нужно обработать в новом моднейшем приложении, которое называется Призм. Это программа стилизует фотографии под картины известных художников. Мунка, Ван Гога, Кандинского и других. При этом не фильтр накладывается изображение, а фотографии как бы перерисовываются. Запустили его 11 июня российские разработчики. 650 тысяч раз уже скачали в 10 странах мира, по-моему. Гордость и вообще фантастический результат. Призма сейчас самая скачиваемая программа в 10 странах мира. Я думаю, что это далеко не предел. А что, альтернатива компьютерным играм и шоппингу, которые, например, так любят Китая. Здесь существует много двойников, ведущих брендов. И порой сами китайцы не в силах отличить, где оригинал, а где, ну, не оригинал. Это, к слову, о занятиях молодежи разных стран мира. В Японии тоже, знаешь ли, любят шоппинг, любят необычно одеваться. Гангура, мода стала популярна в начале 21 века. Девушки вот так вот здесь представляют европейскую молодежь. Очень яркие цвета, обязательно ботинки на платформе и много-много-много странных аксессуаров. Вообще, как я вижу, что такая японская молодежь очень стремится быть похожей на европейскую. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне вот нравится направление, которое называется косплей с японского ролевой костюм. Это, скорее, культурное явление. Фанаты косплея часто одеваются в созданные самостоятельно или купленные в специальном магазине. Костюмы, персонажи видеоигр, аниме, фильмы. У нас вот в губернии проходит даже целый фестиваль, связанный с этой культурой. Ты знаешь, а в Европе новый тренд. Игра в гольф прямо на улицах города. Кстати, на нашей набережной я считаю, что гольф тоже прекрасно бы пошел. Да, и бы на выставку пошел. Тоже бы прекрасно пошел на выставку, но на нее уже сходила Татьяна Петцина. Остается только смотреть ее сюжет. Литературное слово здесь не просто идейный вдохновитель, а главное действующее лицо. Истории Уильяма Шекспира и Жанна Кокто оживают в плавной росписи батика и ярких узорах кобелена. Выставка декоративно-прикладного искусства «Книга и художник» открылась в галерее «Новое пространство». Для нашей экспериментальной площадки это абсолютно нормально, когда мы нетрадиционно представляем два великих направления искусства. Художников декоративно-прикладного искусства и книгу как самостоятельное произведение. Очень часто, когда мы говорим «книга и художник», мы сразу представляем художник, иллюстратор и книга. Не более того, в то же время, когда мы ограничиваем, получается, пространство, творчество других художников. И мы решили, а почему бы не представить выставку, где в данном случае иллюстрации или фантазии, или, скажем так, темой по произведениям станут прикладное искусство. На этих шкатулках сюжеты старинных былин и русских народных сказок. Работая в жанре палехской лаковой миниатюры, Елена Балабанова опирается на исконные традиции. Краски замешивает на яичном белке, сусальное золото полирует волчьим клыком. Пестроте и витьеватости Наталья Тихонова предпочитает минимализм. Глиняное панно художница даже не покрывает краской или лаком. Потаенные смыслы обнажаются за счет игры света и тени. Для меня суть барельефа в том, что есть картина, но хочется показать объем. Так, чтобы человек понял, что из двухмерного в трехмерное. И поэтому барельефы я не разукрашиваю. То есть, когда есть картина, не нужно ее, когда ты делаешь ее в объеме, не нужно портить это. Ты только показываешь объем. В противовес всему выступает триптих Ирины Елизаровой. Девушка представила вольное прочтение книги «Шок будущего». Как только вокруг главного героя начинает накапливаться много ненужной информации, он делает вид, что ничего не видит и ничего не слышит. Мы можем утонуть в информации, в сверхвыборе. Столько информации идет, в которой мы иногда не можем защититься даже от нее. Научиться защищаться. И почему, как раз разбирал Тофлер, что появляется в 20-м, 21-м веке много объединений. Когда мы объединяемся в маленькие ячеечки и начинаем советоваться по поводу даже литературы. Что смотреть фильм. Литература в контексте современности обретает новые смыслы и провоцирует на диалог, результат которого зависит только от зрителя. Выставка книг и художник открыта в галерее «Новое пространство» до 2 июля. Татьяна Пецина, Алексей Гриднев. Программа «Утро губернии». Программа «Утро губернии» Программа «Утро губернии» Ну что, вот так вот громко, ярко, молодежно, по-настоящему энергично и нужно встречать этот молодежный праздник. Согласен. Хорошо. Каждый день так, да? Это точно. У нас в гостях «Лаустрит Гюлз» чудесное барабанное шоу и его солистки Ольга Волонина, Татьяна Зинченко, Оксана Букатина, ну и, конечно же, Станислав Апоченков, директор, руководитель, очень серьезный человек. Доброе утро, ребята, здрасте. Ну, расскажите о вашем шоу. Оно уже нам понравилось. Расскажите, как вы познакомились для начала хотя бы. Все посмотрели быстренько на меня. Ну, на самом деле, я всех собрал, да, у нас был, так скажем, такой кастинг. Три года назад это произошло. Был кастинг? Почти три года, два с половиной примерно. Вот. У меня зародилась такая идея, будучи в Москве, я еще там проживал, и я участвовал в таком же коллективе, только в мужском, скажем так. Ну, одежда другая была. И я подумал, девчонке же это же лучше, и приятнее, и все, и они пришли. Девчонки, как вы пришли в это? Почему вы именно барабаны? У всех по-разному. Ну да, все до этого занимались уже, и, соответственно, Стас, ну, барабаны, и Стас искал поинтересу, и, соответственно, вот, мы прошли этот кастинг и стали участницами группы. Ну как, захватывает участие именно в этой группе? Сложно, трудно или, наоборот, классно? Столько эмоций? Сложно и трудно, и классно. Сначала было трудно, сейчас классно. Вопрос у меня к Станиславу. Такой, может быть, провокационный, но все уже, кто лучше играет на барабанах? Девушки или... Нет, лучше так нельзя сказать лучше, как-то по-своему. Ну, барабаны так достаточно мужской инструменты, так есть тоже откровенно. А связано с физической силой, это в основном, да? Ну, внешне, безусловно, девушка лучше выглядит. Эффектно. В любом случае, да. А все вот эти вот нюансы профессиональные, они кому-то нужны-то? Так, больше он еще, видимо, все смотрел. Нюансы, я имею в виду. Из кого, получается, хорошие барабанщицы? То есть, какими качествами нужно обладать, чтобы, в общем-то... Как в любом коллективе. То есть, качества должны быть, ну, как вам объяснить? Главное желание, чтобы... Главное, да, главное желание, стремление добиться. Ответственность. Вот, девчонки, вот у вас какие качества есть? Так, ладно. Сколько занимаетесь в день? Сколько? Начнем с этого. Как мы сейчас в день точно занимаемся? Иногда больше. И иногда бывает, что не занимаемся, например, в отпуске. Да быть не может. Сейчас Станислав будет очень ругаться. А где вы берете репертуар? Наверное, это Станислав ответственный, да, за выбор? Вообще интересно, да, какой репертуар у барабанного шоу должен быть? Ну, у меня в голове это как драм-кавер, например, ну, выглядит. Драм-кавер, давайте объясним нашим селезрителям. Да, вот они поют чужие песни, а мы теряем чужие песни. Иногда, иногда свои. У нас свой материал, чужой материал. Сольные вот вы сейчас слышали. То есть можно сказать, что у барабанов есть своя сольная партия, импровизация? У них есть солисты, есть главная тема куплет, там есть припев, есть там развитие, средняя часть, С, допустим, это все есть, как в обычной песне, может быть, не все это слышат. А кто придумывает эту ритмику, вот эти как раз-таки барабанные линии? Ну, раньше в основном я этим занимался. В последнее время девчонки вот тоже подключились, ну, как бы время же идет, им же интересно. Вот мы недавно были буквально на открытии Волги, и это вот уже их работа была. Я просто уже не успеваю. Говорю, вот вам материал, давайте делать, а они сделали. Да, я хочу спросить про именно те инструменты, которые вы принесли. Чем отличаются? Ну, видно, что вот этот вот такой, видим, более басовый, глубокий барабан. А вот эти двое чем-нибудь отличаются? Эти двое? Эти двое отличаются тоже по своему звучанию. У нас есть еще один, третий барабан, он тоже отличается между собой, они все, и по звуку, получается, мы их комбинируем так, чтобы лучше слушалось. А то есть у вас сейчас не полный состав, да? Нет, не полный, у нас еще два человека. Ну, лето, как бы и отпуск. Собственно, с этим связано, у нас пять человек. Это должно быть еще громче. Девчонки, вы молоды, прекрасно, красиво, впереди еще очень много времени. Какие у вас идеи, наверное, связаны, связываете ли вы свои планы с барабанами, с барабанным шоу? Есть ли перспективы развития какие-то, где планируете выступать, рассказываете об этом? Ну, выступать хотим везде. Вот, стараемся, не знаю, новые песни какие-то подбирать, новые, не знаю, видео, фото делать, в общем, по-разному развиваться. А там уже куда позовут, там уже и будем. Помимо этого коллектива еще многие из нас играют и в других, и на установке уже непосредственно, и не только на одном барабане. Поэтому развитие есть. А как публика принимает, мне интересно, как реагирует? Да, на ура. Как прыгает, кричит? Необычно. Да, удивляет все. Ну, всем нравится, на самом деле. О, ну это здорово. Они поначалу не верят, что это мы играем. Три года мы не просуществовали. Три года, да, уже? Будет, зимой будет. А расскажите, какие-нибудь самые экстремальные места, в которых вы выступали, самые экстремальные ситуации, в которых вы бывали, потому что у вас называется Loud Street Show. Я так понимаю, на улицах нет? Вас не встретите? Ну, бывало мы тоже, да, тоже выступали и на Ленинградке, и на набережной нашей тоже выступали. Но самое экстремальное было, ну, где? На Ленинградке. На самом деле, у нас все большие площадки, в основном, так получилось. То есть, мы по крупному сроку. Мы по крупному, да. Ну, всякие разные были, конечно, ситуации. У нас вот Татьяна со сцены упала, например. Так, другая Татьяна. Да, которой сегодня нет. Привет, Таня. В конце, уже в конце нашего выхода, она просто пошла назад, сцена была огромная. В Москве мы выступали, и она просто упала просто назад и повисла на руках своих. Ее техники поползли и вытащили просто за руки оттуда. То есть, даже зрители не заметили этого. Я думаю, не заметили. Я не заметил. Фантастик просто эта история. Удивительная. Скажите, а вот мы послушали примерно минуту, да, вашего выступления? Ну, плюс-минус. А сколько обычно длится ваше выступление? Сколько вы барабаните? Максимум могу сказать. Да. Два часа. Два часа. Но это не врань, не в России. Два часа барабанов. Боже мой. Ну, это круто. Ребята, спасибо огромное, что к нам сегодня заглянули. Спасибо, что так взбодрили нас. Да, спасибо за вашу энергию. И, конечно, вас с праздником, с Днем Молодежи. Спасибо. Спасибо. Ну, а наш молодежный эфир продолжает Елена Шишкина с сюжетом об Академии Юных Музыкальных Дарований. Нам с тобой, Саш, туда уже все. Дорога закрыта староватым, к сожалению. Вот с таким же ощущением, что как будто бы ты начинаешь играть эти три старые в другую сторону. Как бы заново начинаешь. Потому что просто сами по себе они не очень прозвучают здесь. Дам, та-да-дам, па-пам, па-пам. Этих уроков ждут целый год. За право их посещать молодые музыканты соревнуются между собой, чтобы на несколько дней почувствовать себя студентами ведущих вузов страны, где преподают настоящие звезды. Проект Юрия Башмета – это еще и шанс для одаренных детей попасть в поле зрения тех, кто сегодня находится на вершине музыкального олимпа и решить свою профессиональную судьбу. Лауреат премии имени Чайковского Евгений Румянцев родился и вырос в Москве. Он прекрасно понимает, как важно для начинающего музыканта быть в центре культурной жизни и брать уроки у лучших преподавателей. Конечно, современная технология позволяет общаться с учителем через интернет, даже находясь в разных странах. Но скайп не заменит полноценного живого урока. Когда они происходят живьем, это, конечно, намного лучше. Ну, во-первых, через видеосвязь есть определенная задержка во времени, есть некие потери в смысле звука. То есть не так остро может услышать педагог то, что делает его ученик. Или если сам педагог что-то показывает ученику на каком-либо инструменте, то, значит, ученик не настолько тонко это может услышать. Все-таки живой контакт – это всегда лучше. Евгений уже второй раз участвует в работе Академии Башмета. И уже понял, что за два-три занятия невозможно объять необъятное, но добиться конкретных результатов можно. Очень хочется дать сразу все и давать очень много, много всех разных вещей, рассказывать, секретов, мастерства. Из собственного опыта, из опыта своих наблюдений. Но, к сожалению, поскольку время ограничено, приходится все-таки останавливаться на самом главном. И я пришел к выводу, что лучше всегда, допустим, обратить внимание какого-то студента в его конкретной ситуации на главные моменты, какие-нибудь ключевые их, два-три, не больше. Но добиться того, чтобы он действительно на этом мастер-классе понял их, и у него бы началось получаться. Для успеха, помимо таланта и усердия, важна физиология молодого музыканта. Не столько, наверное, рост, сколько вот именно, как эта вот плотность. Потому что бывают люди не очень высокие, но очень такие коренастые. И вот девочки такие часто на виолончели приходят играть. Лидерские качества тоже важны. Как стать первой скрипкой, даже если ты виолончелист? Виолончели, как правило, все-таки ведет линию баса. То есть это линия поддержки, аккомпанемента. И она, в общем-то, тоже может быть ведомой, но и от баса тоже очень много чего зависит. То есть от баса выстраиваются аккорды. Тут, мне кажется, не может быть в музыке на 100% понятие ведущей или ведомой. Потому что, в принципе, эти роли от одного человека к другому все время переходят. Чтобы совершить главный переход и оказаться на вершине, молодым музыкантам понадобится не меньше 15 лет обучения и упорного труда. Но общение с тем, кто уже прошел этот путь, дает надежный ориентир на дороге к успеху. Елена Шишкина, Игорь Лунев. Утро губерния. Поздравляем всех, кто считает себя молодежью. А мы все-таки скейтборд освоим. С вами был Иженни Плотников, который мечтает разбить в нашей студии все-таки пару софитов. И Саша Байдачная, которая напрасно переживает. Так, стоп, куда? Я боюсь. Учить. Флип будем делать. Поехали. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Благодарим фитнес-клуб Киноп-Велнос за помощь в проведении съемок. Благодарим от Илье Вианта за предоставленные карнавальные костюмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...